Приветствую вас и с вами дядя Митя. Недавно я вернулся с отпуска. Был я в Гаграх в Абхазии. И хочу рассказать всю правду. Стоит туда ехать или не стоит? Ведь я очень-очень много посмотрел отзывов. И на ютубе тем более. На самом деле я не нашел ничего такого адекватного, чтобы меня как-то подтолкнуло туда ехать. Или наоборот оттолкнуло. Но на самом деле я больше нашел негатива. Потому что мне там говорили, что в Абхазии людей крадут. Это первое, что я услышал. Во-вторых, я услышал то, что все деньги отбирают. А в-третьих, я услышал то, что машины... Вот вы едете на машине, остановились деньги на заправке, и у вас постоянно либо украдут машину, либо украдут сумки с машины, либо что-то еще такое произойдет. Ну, я поехал туда не на машине, я поехал на поезде. И хочу рассказать, как я и чем там я занимался в первую очередь. Мне очень понравилось мое местопровождение моего отпуска. Так, назовем. А для этого нам будет помогать один очень хороший человек, корреспондент из прошлого, я. Назовем его, так называем, Дмитрием, да? Чтобы он нам все рассказал. Стоит ли туда ехать, стоит ли там отдыхать, и чем он там занимался в этот момент. Ну, я думаю, там было очень-очень интересно. А также я буду вам рассказывать свои ощущения после этого отпуска. Вернулся бы я туда или не вернулся. В итоге будем слушать двух людей. Меня из прошлого и меня настоящего. Так назовем. И все. Давайте продолжим. Ну, а сейчас у нас будет вечерняя Гагра. Первая экскурсия, на которую я сходил в Гагре. И ни капельки не пожалел. А первое, то, что было у нас в экскурсии, это подъем на высоту 250 метров над Гаграми. Ну, от Молы, так назовем, да? Мне очень понравилось. Но давайте лучше это вам расскажет все-таки Дмитрий. Он там был, и он там ощущал, и он там снимал, и фотографировался. Также будут и фотографии в моем видео. Конечно, куда же без этого. Все, давайте посмотрим Дмитрия. Приехал сюда путешествовать, в Гагру, и взял экскурсию по вечерней Гагре. На самом деле уже не пожалел. Такой вид просто 250 метров над уровнем моря. Это завораживающее такое зрелище. Мне очень нравится. Ну, это вообще, это просто... Ну, посмотрите, что сзади меня происходит. Это обалденно. И что вы можете сказать? То, что в Абхазию ехать не надо. Да я вам всем скажу то, что вы должны туда съездить обязательно. Ну, мне кажется, все-таки я смотрю видео, и мне уже нравится, что там происходило. Я бы еще хотел бы туда съездить, посмотреть, как это все происходит. Но, опять же, это все не с экскурсии, а чисто одному. На машине на своей подняться и посмотреть, и поснимать. Вот это, я понимаю, было бы видео намного лучше. Ну, экскурсии, извините. Я ездил все-таки не на машине, а брал, так назовем, экскурсии. Ну, что сделать? После высоты 250 метров мы поехали в ресторан Гагриш. Да, это здание очень старое. Оно сделано без единого гвоздя. Но, вы знаете, таких зданий старых я очень много видел, и оно меня не впечатлило. Но в то же время оно на всех открытках, на всех магнитах. И оно везде, везде, где вы можете даже себе представить, оно находится. Ну, допустим, давайте наш корреспондент Дмитрий продолжит мою речь. Ну, здание, да, здание. Без единого железного гвоздя. Да, как оно бетонное, как оно будет с железным гвоздем, с каким? Ну, там, где это, не знаю, мне не очень понравилось. Что-то делать 13 минут, я не знаю. Фотографируй меня, прям. Все, начинаю фотографировать, но не очень интересно, мне там было больше интересно. Сейчас мы сфоткаемся, я люблю Гагру, как же без этого. Ну, вот, вот это здание мне больше нравится, чем то, я не знаю, вон, сзади меня, который стоит. Что там на экскурсию водить? Ну, все, сейчас бамбук тут и рук, короче, сейчас будем фоткаться, все, экскурсия продолжается. После этого ресторана мы двинулись на площадь Абата. Да, там было довольно-таки интересно, там период начала или конец парк, по которому мы гуляли, он довольно-таки интересный, так как там есть фонтаны, везде пальмы, ну и так далее, и южный колорит. И нам рассказывала экскурсовод. И давайте послушаем, что она нам говорила. Посмотрите, первая гора, самая первая, именно оттуда мы только что с вами приехали. Мамзышха. Видите вот эти вот отроги главного кавказского хребта, отроги гагарского хребта? Да, раз, два, три, четыре, пять, заступают вперед относительно Мамзышхи, поэтому, когда мы были там с вами, мы старую гагру не видели. Отсюда видна вся гагра, и старая гагра, и новая гагра. Вон они в конце высот, вы видите? Это последняя точка гагры, микрорайон кемпинг называется, да. А дальше вот этот вот язычок моревых ходячей, это мыс Пицуда, и сам город Пицуда, мыс. Особенность отсюда хорошая линия Аллахадзима, снижающее село. Мир, на котором мы с вами стоим, был построен в 900 году, изначально был деревянным. В 982 году был заасфальтирован, видели, когда заходили по ступенечкам, да, это была Мазайчика, выложенная в 1982 год. Повернитесь все от меня, наверху, смотрите, замок принца Александровича из Лугусского. Ну, построен в 91-м году, институтером был Люци Дарти, построен в стиле Мандерры, наставил строительные работы, наш вместе житель в яхте, а вас на Голубаре. Получается, что замок прозвит в 91-м году, в 90-м год, он на год. Но замок принца плюсы, как все прессы, есть, есть, там, все, в этом тайме. Домик наверху с оранжевой черепичкой, который находится, он на реставрацию, он на реставрацию, он на реставрацию, он на реставрацию на 55 лет, и сейчас он на реставрировать и делать все деньги. После этого, когда мы находимся, покидая замок, мы все власти в Абхазии, замок у нас уже не справилось, не делалось санаторий, что у вас встречается тогда. Во время войны такое быстрое состояние там отривели, потом начали реставрацию, в третьей части. Обычная черепица, икрытая, алюминиевая, вот. Но хотели как-то его по-быстрому, видимо, отреставрировать, слава богу, такую реставрацию отменили. Мы находимся с вами в самом конце Приморского парка, но местные жители привыкли именно отсюда брать сначала. То есть приезжают в крепости Абата, но самая колоннада прогуливаются по парку, из колоннада уже, то есть это удобно. Ну что, экскурсия продолжается, и мы сейчас находимся на мысе, который был построен там, хрен знает когда и хрен знает зачем. Мы сейчас по нему гуляем, наслаждаемся видами. Зашли сейчас в парк Приморский, тут такая влажность, тут пальмы везде, блин. Я вот за что юг обожаю, так это пальмы, пальмы, пальмы везде. Кайф. Просто обожаю. А потом мы поехали еще колоннада. Блин, ну просто это ужас какой-то, как красиво, я даже и не могу это по-другому сказать. Ну давайте все-таки корреспондент Дмитрий расскажет все своими словами и посмотрим, как там было классно. Не, на самом деле я вообще просто, я завидую этому человеку, то что он там был. Я ему сейчас уже завидую. Надеюсь, то что я туда попаду снова. А может и в другое место замечательно. Ну давайте сейчас не будем отвлекаться. Все, давайте смотреть корреспондента Дмитрия, который будет рассказывать нам про Абхазию. Но я сейчас нахожусь на самом интересном месте в Абхазии. Это вот такая вот колоннада. Она была построена на праздник Победы. И каждая колоннада, их 45 штук приурочена, какая-то дата видно в Победе, все дела. Вот так. Ну очень красиво смотрится, просто превосходно. Я даже не знаю, блин. Кто-то мне рассказывал, что Абхазия, это просто туда ехать нельзя. Там невозможно никак находиться. Тебя пытаются вечно обмануть, а водители плохо ездят. Но это мне все предстоит увидеть. Но я боюсь, что я разочаруюсь в этом. И пока что я разочаровываюсь в этом. И это очень-очень хорошо. Я еще раз хочу ехать в Абхазию, хотя я нахожусь именно здесь. Так что все, дальше продолжим экскурсию. А напротив этой колоннады был разрушенный дом, который я тоже посетил. Ну давайте дальше продолжим все. Дмитрий рассказывал, потому что я так не расскажу. Так, а еще здесь вот такие вот здания. Блин, это старые очень здания. И оно просто вообще сразу трепет какой-то в душе. Все равно видишь, когда такие развалины, да, как бы. Они не отреставрированы, нет вот этого. Но само здание внушает просто трепет. И очень красиво все выглядит. Хотя и очень разбито. Но смотрится оно просто превосходно. Вот с этими колоннами. Вот знаете, у нас есть тоже Воронеж, ДК, Кирова. И там тоже здание, оно все разбито, разрушено. Никто его не раставляет. То же самое и здесь. Говорят, что очень много брошенных зданий в Абхазии. Да, тоже так оно и есть. Просто это нужно много денег вливать, чтобы отреставрировать. И с другой стороны, это как руин, например. Пирамида Хеопса. Тоже никто не реставрирует. И все не едут, не говорят, что, блин, она не отреставрирована, я туда не поеду. Дальше и это здание, оно просто со своей историей. И довольно-таки интересно приходить именно смотреть на такие здания, чем отреставрированные новые. А завершение этой экскурсии продолжилось дегустацией вина. Ведь там всегда, блин, дегустируют вино. Я не знаю, на каждой экскурсии. Это настолько начинает напрягать, когда ты уже не хочешь ни пить, ни есть. И тебя почему-то начинает тошнеть. Ведь в Гагре болеют все. Я не понимаю, в чем в этом прикол, конечно. Но есть такой минус. Дегустация вина прошла на ура. Я купил там полторашку вина, сок и все. Второй день, который я пребывал в Гаграх. Да, мы взяли новую экскурсию. Но как же обойтись без джипинга? Когда ты на юге. Никак, я так подумал. И мы взяли именно джипинг. Мы пришли в 9 утра, сели в этот джип и поехали хрен знает куда и хрен знает зачем. Первое, что нас ожидало, это дегустация. Как вы думаете, вина, меда и всего остального. То, что горит и не горит. Это медовуха и чача. Так что вот так вот. Ну, это как во всех экскурсиях. Да, мы приехали, продегустировали, все поснимали, все было классно. И тут началась впечатляющая экскурсия. У меня столько впечатлений не было никогда за день. Я столько повидал. Давайте лучше это все-таки Дмитрий расскажет и покажет. Так, сейчас я нахожусь на дегустации меда и вина, и чачи, и всего остального. Ну, короче, и вот такая вот здесь прикольная пасека находится. Ну, продегустировали. Сейчас мы едем дальше на экскурсию. Это будет везде только происходить. На каждой экскурсии везде дегустация, я так понял. Ну, что дальше? Но я считаю, что нам все-таки повезло с водителем. Он никуда не гнал. Он ехал размеренно и не спеша. Ну, может, это и минус, ну, может, это и плюс. То, что мы все-таки приехали все уставшие. Ну, давайте будем это все в конце рассказывать. Так вот. Первое, то, что он везде остановился, где интересно. Меня это очень-очень впечатлило. Потому что виды, которые можно было увидеть, вы себе не представляете. Я даже не знаю. Камера все-таки не передает тот вид, который и ты видишь своими глазами. Но я надеюсь, что вы сейчас посмотрите, и вас тоже это впечатлит. И вы тоже захотите поехать туда, где я был. Везде горные реки. Горы везде, куда ни посмотришь. Налево, направо. Блин, ну, такое зрелище я нигде не видел, на самом деле. Такую природу. Если вы цените природу. Если вы хотите посмотреть своими глазами на такое. Просто вам стоит ехать в Абхазию. Потому что я думаю, вы нигде такого не увидите, как в Абхазии. Потому что, блин, ну, такая красота. Это просто непредсказуемо. Я смотрел просто с открытым ртом. И когда ехали в этом джипинге, мне постоянно попадали мохи. Потому что я рот не закрывал. Я был в шоке, на самом деле, от этой красоты. Я сейчас нахожусь в шоке. То, что я вот приехал, да, к себе в родной город. И уже не вижу ни горн, ни пальм. Ничего такого, что меня может восхитить. Я уже ко всему к этому привык. И да, конечно, природа классная. Что тут можно еще сказать. И все мои слова это так. Это просто сотрясание звука. Вы должны сами туда съездить. И заметьте, я все делаю это просто на добровольном начале. Чтобы вы посмотрели и поняли то, что не стоит бояться. Стоит все-таки действовать и ехать туда, куда люди говорят почему-то плохо. Я не знаю, с чем это связано. Опять же, я не могу это сказать. Но это такая красота. Это, блин, глаз просто радуется. Я надеюсь, что вы после этого видео тоже поймете то, что не стоит бояться ехать в Абхазию. То, что там не убивают людей. И на самом деле я живой после недели отпуска. И как бы нету нигде прострелов в моем организме. И голова вроде целая. И девушка со мной рядом приехала тоже. Ее не украли, не изнасиловали. Ничего плохого не сделали. И денег у нас не отобрали. И камеру у нас не отобрали. Ничего не сделали. В итоге я жив, здоров, радуюсь и рассказываю вам то, что стоит все-таки поехать. Потому что такую красоту, мне кажется, вы не увидите нигде. Но может в Крыму, конечно, опять же, вы увидите. В следующем году я поеду в Крым и хочу рассказать то, что я видел своими глазами. А не то, что рассказывают люди, что там происходит. И как там, можно ли куда-то съездить на интересные места. Потому что я смотрю тоже очень много людей про Крым. Ну, про Абхазию очень мало снято. Потому что люди боятся все-таки туда ехать. И я не могу все-таки понять, почему. Что так страшно. Да, там немножко не развивается экономика. Но вам это нужно? Я думаю, нет. Да, там есть такие места, что нет магазинов. Да, как бы это минус. Это минус, конечно. Да, то, что вы не можете прийти в супермаркет. Все остальное. Но там есть также магазинчики. Везде на каждом шагу. Цены везде адекватные. Сопоставимо с российскими деньгами. В один к одному, я бы так даже сказал. Я обидал там только в столовах. И меня все это устраивало. И вполне нормально. Если вы пойдете в кафе, да, немножко дороговато. Но такие же цены, такие же цены, как и в кафе. Вы не ждите то, что там будет дешевле. То, что это вот кафе, как бы, да, в Абхазии будет дешевле. Нифига по-дому. Цены такие же, как у нас везде, да, в средней полосе России, я так бы даже сказал. Ну, что сделаешь? Людей, опять же, очень мало. Мы приходили на пляж. На пляжу, ну просто вообще приходишь, блин, людей очень мало. Хотя есть там все зазывалы, когда там всякие, блин, покататься на катере, покататься туда, покататься сюда, короче. Два часа морская прогулка, тра-та-та, рыба, мясо, кукуруза, пиво холодное, горячие сосиски. Ну, короче, вот так вот, креветки и все остальное, все это торгуется на пляже. Да, это немножко начинает надоедать, но в то же время ты приезжаешь на юг, а где на юге нету такого, вы мне скажите. Это только где-то на диких пляжах или, не знаю, даже на городских пляжах, где не ходят отдыхающие, мне кажется, именно таким образом. Ну, давайте вот природу мы сейчас все посмотрели, я вам рассказал все, что как в Абхазии. И я думаю, что мы продолжим дальше, нас ждет все-таки самый главный водопад. Сейчас Дмитрий, корреспондент мой, расскажет про самый главный водопад, который нужно увидеть своими глазами. Ну, так как сейчас я вам рассказываю, вы увидите на мониторах, компьютерах, на телевизорах и на всем остальном, да, к сожалению. Но вы должны именно обязательно приехать, вы увидите все это своими глазами. Блин, как тут классно, а? Нет, вот что говорят про Абхазию? Грязно, дорог нету. А вот, блин, я даже не верю. Я сейчас вам покажу, вы просто офигеете, что здесь вообще и как тут это красиво выглядит. Я такого в своей жизни не видел никогда. Ради этого стоит приехать. Я сейчас, я в шоке. Я просто в шоке. Идет вода. Блин, вода идет, вода течет. Это очень круто. Юльчик, иди сюда, Юльчик. Это очень круто. Вообще. Нет, холодно стало. Нет, такую красоту я не видел никогда. Блин, река течет. Водопад. Блин, это просто вообще. Не передать словами. Это такая красота. Я ни капли не пожалел. Это вторая моя экскурсия. Была первая по Гагри. Сейчас по джиппинг у меня. И я ни капельки не пожалел то, что я поехал именно сюда. Вы посмотрите, как красиво. И я просто, я нахожусь в непередаваемом, просто в восхищении. Для меня что-то с чем-то. Это, блин. Сейчас я еще хочу попробовать, какая температура в воде. Говорят, что она просто ледовая. О, вода просто лед. Вообще, блин. Нет, ребята. Абхазия пока это, ну, пока что. Я не говорю то, что однозначно то, что нужно сюда ехать. Но пока что это просто непередаваемое ощущение, которое я даже не могу высказать своими словами. Надо приехать сюда и побывать. Я сколько смотрел всяких блогеров, видео там записывать. Никто не показывал то, что здесь находится такая красота. Почему? Все показывают какие-то луга. Мы и на луга съездим, и еще куда-то съездим. Ну, короче, полностью. Я даже не знаю. Я не загорю нифига. Блин, такое ощущение, что буду, приеду в город, и буду белый. И все будут говорить, блин, Диман, ты куда ездил? Ну, ты что такой белый? А я вот скажу, я ездил только по экскурсии. Море тоже классное, блин. Вообще, кто умеет отдыхать, тот везде всегда ищет позитив. И не надо говорить то, что что-то плохое в страну, в которой ты был, только куда-нибудь в Гагру приехал или в Сухуми, и оттуда не выходишь с номера. Нельзя так говорить. Вы должны побывать везде, а потом уже говорить свои выводы. Также мы посетили очень много водопадов. По сравнению с этим большим водопадом, конечно, остальные водопады это уже... Ну, не то, уже как-то смотришь на них, вот что-то там течет, ну, как-то там льется водичка. Ну, конечно, блин, тоже завораживающее настроение. Вот мужские слезами приехали. Ну, тоже было прикольно, конечно, посмотреть, как это все происходит. Ну, природа, блин, ну что тут говорить, конечно, это класс. Давайте посмотрим на мужские слезы водопад. Это водопад «Мужские слезы». Мы приехали сюда посмотреть его и пофотографироваться. Все, экскурсия у нас здесь заканчивается. Мы едем дальше по достопримечательствам Абхазии. После этого водопада нас ждали еще горные реки, горы и все остальное. Но, блин, не знаю, как вам это все передать и как это все сделать красиво, чтобы вы могли посмотреть и восхититься так же, как и я восхищался, когда это все увидел. Ну, я надеюсь, что я вам передам свой позыв и то, что вы ощутите кайф, то, что надо все-таки ехать и наслаждаться такими местами. Так вот, давайте дальше продолжим все-таки экскурсию, да, как говорится, и узнаем, что там в конце, чем закончится мой отдых, отпуск и все остальное. Но я очень рад, что он закончился. Ну, как сказать, то, что я здесь на самом деле. И в то же время я не рад, что я сюда приехал. Вот это вот два ощущения, которые борются между собой. В этой экскурсии в жиппинг входило еще озеро Ритца. Но это лучше расскажет все-таки корреспондент Дмитрий. Давайте дадим ему слово, и он сейчас все подробнее расскажет и покажет, я надеюсь, на это. А сейчас я нахожусь на жемчужине Абхазии. Это озеро Ритца. Это самое чистое озеро. Находится высоко в горах. И сейчас я вам покажу, как оно выглядит. Довольно-таки очень красивое озеро. Внушает своими объемами. И то, что тут снег еще на горных вершинах есть, тоже очень интересно. И пока я не могу даже... Вот я очень много насмотрелся отзывов про Абхазию. То, что не стоит сюда ехать. Что вы там забыли? И все остальное. Мне даже многие мои знакомые говорили. Дима, ну зачем ты туда поедешь? Вообще, людей убивают. Машины крадут, деньги крадут, женщин насилуют. И вообще сюда не едем, даже не вздумать в Абхазию. И как настолько стереотип у нас есть, я даже не могу. Почему? Ведь люди здесь очень добрые. Мне уже попалось два водителя Абхаза, которые были. Они такие переживательные, так переживают за туристов, за своих. У нас пропала туристка, когда мы по ночной Гагаре ехали. И он приезжал, искал ее. Ну так и не нашел, к сожалению. Ну что сделать? Ну переживают, конечно, ужас, как тут все Абхазцы. И в первую очередь у них все-таки гостеприимство, я считаю, на первом месте. Ну как и у нас, у русских. Озеро очень красивое. Блин, даже не... Я уже второй день здесь нахожусь и ни капельки не пожалел, что я сюда приехал. И надеюсь, что я не пожалею. За этот день мы посетили практически все, наверное, достопримечательности природные. Но их еще много. А также мы приехали, вот как раз я вам то, что говорил, мы скинулись по 100 рублей, чтобы посетить еще молочный водопад. Он там немножко заехал, да, и все, вот он молочный водопад. Не, он туда не полезет. Так, находимся мы теперь в молочном водопаде. Находимся мы теперь на молочном водопаде. Довольно-таки высокий, тоже, соответственно, так. Пойти... А, ну, он повыше, да, чем тот водопад. Ну, он поуже, конечно. Ну, водопады это, конечно, блин, еще то зрелище. Шикарное. А горы здесь везде, и они очень красивые. Просто для меня, для человека, который родился как бы не в России, да, который родился все-таки в Киргизии, и там везде горы, для меня это все-таки, знаете, такой вот кусочек моей родины, что ли, так можно назвать. Но очень впечатляюще, особенно, когда еще на этих горах лежит снег сверху. Хотя сейчас идет уже июль месяц, жара бешеная, а там до сих пор еще есть снег, и он тает. И я так думаю, то, что эти реки, это все-таки тайны снегов, наверное. Если я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях, ну, пишите там что-нибудь, что вы думаете, откуда там берутся такие водопады, откуда там берется столько воды. И это все находится, опять же, повторюсь, это все в горах, высоко-высоко в горах находится. Так, ну, а это водопад Птичий Клюв называется. Вот как-то таким образом. Он весь огорожен, потому что идет камнепад, но все равно тоже он впечатляющий, хоть и не такой большой, как там Гагский водопад, или как он назывался правильно. Ну, на самом деле, это все равно очень-очень впечатляющие водопады. А также нас привезли еще на сероводородный источник, который, блин, стоит колонка железная, и с него надо было, блин, поконяться осешь, все-таки вода не польется, вот так вот. После этого мы поехали на Альпийские луга. Но Дмитрий, вы сами знаете, расскажет все подробнее, потому что он там был, и он наш корреспондент. Давайте слушать Дмитрия. Приехали вот на такие Альпийские луга. Здесь кайфово, как всегда. Нет, природа в Абхазии, я считаю, самая лучшая. Здесь водопады везде, на каждом шагу. Мы ехали сейчас по лесу, там вид такой, ну, просто сказка, блин, не описать словами, даже камерой не заснять того, чего я сейчас видел. Это класс вообще, это супер, это божественно, это превосходно, это велисимо. Ну, как я уже повторяюсь, конечно, природа в Абхазии, она просто завораживает. А особенно этот каньон, он сейчас вот, Дмитрий вам расскажет все. Нахожусь опять в одном из прекрасных мест Абхазии, это каньон. Очень так массивно, масштабно. И я считаю, то, что нужно все-таки, это посмотреть, приехать сюда. После этого каньона мы двинулись дальше и посетили еще Голубое озеро. Голубое озеро, оно таким цветом, потому что оно находится в водоросле, они дают цвет голубого цвета, да, как бы, как ни крути. Ну, вот так вот. Но оно тоже, блин, оно холодное, все родниковое, оно не прогревается никак. Ну, сейчас вот находимся на Голубом озере. Да, интересный такой цвет. Я даже и не думаю, что такие бывают, Голубое озеро. Вообще, круто. После Голубого озера мы поехали уже немножко в другое место, ходить по веревочному мостику, да. Он ведь шатается, и мне было довольно-таки страшно. Но Дмитрий это расскажет все как наяву. Пропускай. Блин, он болтается. Блин, мне страшно. Походил я по висящему мосту сейчас, туда и обратно. Правда, ноги немножко задрожали, потому что он весь шатается, и очень-очень страшно. Я не стал, конечно, это снимать и показывать, как я хожу туда-сюда. Зачем это вам надо видеть? Это главное, я получил удовольствие. Так что вот так вот. Висящий мост, прикольная тема. Ну, веревочный мостик мы прошли кое-как. Все окей, Дмитрий молодец. Давайте ставить лайки Дмитрию все-таки. Да, класс, все равно он рассказал. И теперь мы двинимся дальше немножко, и посетим еще Девичьи Слезы. Девичьи Слезы, там целая история, вы можете прочитать, там будет... Дмитрий покажет, там на видео все увидите, почему они так называются. Ну, я бы назвал, конечно, Стена Плача, потому что она на такое чувство, как будто она просто стена плачет. Как бы вот так вот. Ну, там целая история, почему и так называется, и все остальное. Так, сейчас мы находимся на водопаде. Женские слезы. Ну, чухапает, так плачет, как будто стена плача. А так, я не знаю, прикольно, может быть. Стена плача, я бы ее так назвал, а не Девичьи Слезы. Стиллокти-то. Вот он. Очень сильно мы устали, вымотались, ну, представляете, целый день просто. С 8, ну, с 9 часов утра и потом в 6 или 7 часов вечера. Мы просто все вымотались, у нас не было ни сил, ни энергии, ничего. Мы уже молили, когда закончится этот день, потому что у нас, тем более, шпарило очень сильно солнце. Мы перегрелись, обгорели. Мы просто вообще вели себя уже как дети. Мы уже, ну, давай быстрее хотим домой. Вот вы знаете, эта экскурсия очень тяжело, конечно, надается, потому что она все-таки происходит на жаре. И ты катаешься на этом джипинге, его весь трясет туда-сюда, вот так вот. Ну, природа, природа просто божественная. И вы знаете, и тут такой момент, что ты думаешь, что, блин, тебе хреново, а с другой стороны ты думаешь, блин, как красиво. Ну, вот так вот. Этот день закончился, мы были очень рады, что он закончился. И на следующий день мы уже не стали никуда ни идти, ни ехать. Мы хотели пролежаться дома. В итоге мы остались дома на 2 дня, ну, вот так вот. После 2 дней, да, хотели провести 1 день дома, но мы провели 2 дня, так как мы заболели в Абхазии, все болеют. И все болеют очень плохо и противно. Начинает тебя мутить, крутить, вертеть и все остальное. Помогает чача, начинаешь пить чачу, тебе становится легче. Но, опять же, девушки не поймут, парни все поймут. Чем больше ты чача выпил, тем лучше тебе стало. Вот так вот. Так вот, все. После 2 дней нам стало хорошо, мы почти выздорели, мы отправились на экскурсию. Экскурсия у нас заключалась в Суху-Черниговка. Вот так вот. На этой экскурсии нас попросили скинуться по 300 рублей. Многие были недовольны, многие сказали, да хель, 70, 300 рублей. Мы, короче, скинулись и дальше вопросов мы не задавали. Все было классно. Нас привезли на Сталинскую дачу. Там их 5 штук, вы представляете? Там, говорят, целая куча. Но мы были в Новом Афоне и были на Сталинской даче, как бы, да, посетили. Там было, конечно, было прикольно. Нам рассказали всю историю. Но мне единственное то, что не понравилось, то, что она уже была более современная. Там уже в санузлах стояли водонагреватели, там уже туалеты современные и все остальное. Да, сантехника вся была современная. Это довольно-таки неприятно, конечно, когда ты хочешь увидеть старину. Ну, в тот же момент, как бы, там все так сделано классно. Ну, кондиционеры уже стояли. Ну, все, уже эпоха-то ушла все-таки, да. Ну, мне понравилось, конечно, как сделаны стены. Там стены сделаны с дерева, с натурального. И было довольно-таки интересно. Мы так погуляли, повродили по куму, там посмотрели, что там есть, пофотографировались. И все классно, конечно. Ну, скидываться по три сотки, конечно, я считаю, это очень-очень много. Ну, так как хотел еще себе нагреть себе экскурсовод бабки. И там тем более платная экскурсия. Так что вот так вот. Ну, нам все понравилось. И мы поехали дальше, в город Сухум. Город Сухум меня разочаровал. Потому что это находится все-таки столица. А столица, вы знаете, должна быть все-таки столицей. Там должны быть современные дома. Современные, ну, все современное. Да, вот взять у нас столицу, Москву, да. Вы приедете, там будет все современно. Стоять небоскребы, строятся дома везде. И все остальное, инфраструктура и так далее. А тут мы приезжаем, все дома разрушены. Ну, подробнее, конечно, рассказывает этот Дмитрий. Он гуляет по набережной, и там красивые виды. И он расскажет вам, почему так и как так, что произошло. Ну, свое чистое мнение, конечно. Давайте послушаем его и продолжать экскурсию. Люди, которые приезжают в Сухум, говорят, что Абхазия ужасна. Здесь очень много разрушенных домов, которые не восстановили еще после войны. Хотя это столица, ну, не знаю, с чем это связано. Именно вот это вот то, что вот какая-то небрежность есть. Дома полуразрушены. Вот набережная, мы сейчас пришли. Вода вонючая. Вот я иду сейчас, мы уже скольки, метров десяти от воды, а запах все чувствуется, как у нас, ну, в Воронежном водохранилище. Вот точно такой же запах, как бы. И вот теперь понимаешь, почему люди так говорят именно про Абхазию, то, что не едьте сюда и не приезжайте. А вот мы остановились в Гагрии, и вполне там все комфортно, хорошо, море нормальное, но тоже я бы не сказал, что суперчистое, конечно. Ну, море нормальное, купаться можно. А так все хорошо, как бы. Смотрите, всякие электромобили тут. Все, что хочешь. Не, на самом деле, мне город Сухум что-то прям не вдохновил, прям вообще конкретно. Я думал, сейчас приеду, тут столица, тут будет вообще просто, блин, неописуемо красиво. Но, что-то так не оказалось. Какой-то робот-трансформер есть. А то, что знаешь, что он, наверное, есть. Ну, да. Так что какого-то вдохновения я не получил. Сейчас пойдем там, сейчас пофоткаемся, посмотрим, что тут еще можно посмотреть. Интересно. Ну, вон интересное здание, такой причал, наверное, он там находится. Ну, после Сухума нас повезли в Черниговку. Там ущелье находится, там видно какой-то предприниматель. Выкупил эту Черниговку, да. Сделал все очень красиво и начал зарабатывать деньги. Дорога туда отвратительная идет, но это не будем говорить про дороги, да. Дороги там, ну, в Гаге классные. Вот, например, да. В Сухуме может быть похуже. Ну, не будем рассказывать, но все-таки Черниговка, блин, ущелье. Вот, вы знаете, все-таки, когда вот сейчас смотрел видео, да, оно не так впечатляет, как это все-таки на самом деле. Ну, мне очень понравилось, там гуляешь, там все сделано, тропиночки, да, из бетона. И ты по ним просто гуляешь и смотришь вокруг, что как происходит, фонтаны идут. Также там находится электростанция гидро, да. И довольно-таки классно, конечно, сделано. Кафе, можешь посидеть, пиво, попить шашлык и все такое, машлык. Ну, короче, классно. И на этом, что я могу сказать? Все, экскурсии у нас закончились. К сожалению, пора уезжать домой. Также я был на море. На море я купался. Мне, единственное то, что вот мое личное мнение, море мне не понравилось. Так как оно было все равно мутновато, я привык все-таки на море проезжать, когда оно чисто. Когда смотришь и видишь, там на глубине камни и все остальное. Здесь я такого не увидел. Оно было мутноватно, цвет синего цвета, да. Вот так вот. И тем более его штормило, как бы все-таки боязнь была плавать. Все-таки вдруг тебя в открытое море вынесет и все остальное. Ну, неудачно немножко приехали. И тем более погода была еще такая пасмурная. И как бы не очень хотелось все-таки купаться. На пляже людей очень мало. То, что здесь плюс, то, что не как-то приходишь. Там в Крым показывали Анапу, когда ты прилечь даже некуда. Там можешь прийти в любой момент, прилечь, свободно загорать, купаться, кайфовать. Все классно, конечно. Мне Абхазия очень-очень сильно понравилась. И я надеюсь, что я все-таки туда еще раз съездю. И побываю на других экскурсиях, на которых я хотел. А может, я поеду в Крым. Кто знает, чем завершится все это. А может, еще куда-нибудь поеду. Все у нас непредсказуемо. Может, вообще никуда не поеду. Так что вот так вот. Но про Абхазию я могу сказать то, что очень-очень круто. Цены там такие же, как российские. В столовках, если будете есть, там все будет хорошо, вкусно. Ни разу меня изжога не мочил. Но опять же, я ел в определенной столовке. Вы можете будете в другой столовке питаться, где вас будет мочить изжога. Вот так вот. Своё личное мнение я вам высказал. А теперь скажу недостатки. То, что мне не понравилось. Я обещал в конце все вам рассказать. Мне не понравилось то, что там вечером некуда выйти практически. Да, там выходишь, как-то есть кафе. Но все равно нет такого. Вот я был в Геленджике, когда ты выходишь на набережную, ты гуляешь. Там люди веселятся, музыка орет. Как-то настроение классное. Там ночные дискотеки в открытом океане. И все, ну, в открытом море. И очень круто, позитивное такое настроение. Все пытаются одеться красиво. Потому что, чтобы себя показать, чтобы на людей посмотреть. Здесь такого нет. И набережная, она как бы и в то же время и сделана, и в то же время разбитая. Там почему-то как-то не доделана она. Ну, так-то чисто, классно. Но насчет этого. Вторая причина, то, что мне не нравится в Абхазии, то, что там все болеют. Мы вот заболели, да, пролежали три дня. Три дня просто с отпуска можно выщеркнуть нахрен. Дома просто лежим и кайфуем. Вот так вот. И, вы знаете, не в столь отдаленные места бегаешь постоянно. Короче, крутит-вертит, мутит-вертит. Короче, вот так вот. Четвертый, так, третий, а что мне не понравилось еще в Гагра. Ну, тут тоже, как я, например, житель России могу сказать, то, что, например, да, у нас остановки есть, да, на маршрутке. Там остановок нет, там надо выходить, рукой махать. Сто, чувак! Тогда он останавливается, ты садишься и говоришь, вот здесь меня останавливает примерно, да, и он останавливается. Все очень круто, как бы, классно. Вот так вот. То есть остановок там нету, проезд стоит 25 рублей на нынешнее время, да, как бы. Ну, тоже нормально сойдет. Так, четвертая, ну, даже не знаю, что четвертая могу добавить. Мне, вот, три, да, пункта, как бы, ну, это опять же мне. И говорят то, что если ты соберешься в другой город ехать, ты должен ждать, пока заполнится маршрутка, да. Я не ездил в другой город, я не знаю, как это все происходит. Ну, вот такие вот моменты все-таки с транспортом там есть. Ну, и все, в общем-то. А что мне понравилось, давайте кратко подведем. Там есть разливное вино неплохого качества, да. Есть бутылочное вино, тоже стоит дешево. У нас стоит оно 600 рублей, там стоит 200 рублей, да. Там нормальное вино, ты пьешь, кайфуешь, все классно. Потом что там еще-то классного-то есть-то, я даже не знаю. Природа там классная. Ну, и люди довольно-таки все отзывчивые и добродушные. Нет такого, чтобы кто-то нахер послал и все остальное. Но опять же, на кого нарвешься, давайте не будем говорить то, что, блин, бывает. В каждой нации говно люди, да, так назовем. Так же есть в русских, есть во всех американских и во всех остальных. Почему абхазские должны отличаться люди от других, да. Но в то же время у них все-таки, вы знаете, гостеприимство на первом месте. Мы там были, там очень много рассказывали именно про гостеприимство абхазской. Там говорят то, что человека просто с пустыми руками не отпустят, путника и все остальное. Но это раньше было, сейчас не знаю, как это все происходит. Но мне очень все понравилось, я даже не могу ничего добавить. Короче, если вы соберетесь в Гагру ехать, да, в Абхазию, то собирайтесь, едьте, что вас еще может держать. Так, всем, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, не забывайте там внизу подписаться на меня. И сказать спасибо, дядь Мит, то, что ты снял такое видео. Все, всем удачи и пока!